По итогам первого квартала 2023 года нефтегазовые доходы России упали на 45%. Прежде всего вследствие вступления в силу санкций стран G7 в отношении нефти и нефтепродуктов из государства-агрессора. Об этом в частности говорится в отчете Министерства финансов Российской Федерации. Теперь дело в том, что любое официальное министерство Российской Федерации должно, наверное, автоматически восприниматься как пропагандистская организация. Поэтому верить этим данным или нет, об этом и не только, поговорим сейчас с доктором экономических наук, общественным деятелем и ректором Международного института бизнеса Александром Савченко, который к нашему эфиру присоединяется. Александр Владимирович, приветствую. Приветствуем вас. Да, здравствуйте. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, по вашим данным наверняка имеется информация, как на нефтегазовых доходах России отразились санкции, введенные в отношении Российской Федерации, страны-агрессора? Ну, я считаю, что где-то 50 на 50 в таких колоссальных проблемах Раши виноваты санкции. Это ограничение цен и запрет на продажу нефти в Европе. И где-то на 50% это политика Путина и Кремля. Ведь не санкции, а сам Путин принял решение прекратить продавать газ в Европу. Не санкции, а сам Путин решил, что лучше я буду продавать газ в Китай по ценам зимой в 5 раз меньше, чем в Европе, а сейчас в 2 раза меньше, чем в Европе. Поэтому здесь и санкции, и ошибочная политика Кремля виновата в падении доходов бюджета. А вот расходы бюджета – это уже исключительно заслуга Путина. Действительно, по моим расчетам, Кремль увеличил военный бюджет через теневое финансирование по разным статьям в 2 раза. До войны с Украиной его бюджет был приблизительно 65 миллиардов долларов. Сейчас около 120 миллиардов долларов идет в год на войну с Украиной. И это причина в взрывном таком темпе роста бюджетного дефицита. Вот по косвенным таким расчетам бюджетный дефицит за 3 месяца, за первый квартал составил уже 4 триллиона рублей. 4 триллиона рублей – где-то чуть больше 50 миллиардов долларов. Но это колоссальная цифра. Я так вам могу сказать, что по моим расчетам, ликвидные активы резервов Национального банка, Центрального банка «Раши», куда входит и фонд национального благосостояния, где-то 150 миллиардов долларов. Эквивалент 150 миллиардов долларов. Если дефицит будет нарастать такими же темпами, по 50 миллиардов за квартал, то вот этих резервов даже не хватит, чтобы покрыть этот дефицит. И поэтому сейчас Кремль выбрал другую стратегию. Где-то процентов на 50 покрывать этот дефицит за счет распродажи золотовалютных резервов – это золото и китайские юани. А 50% он финансирует за счет эмиссии через продажу государственным банкам долговых обязательств Минфина. И к чему это приводит? Приводит это тоже к феноменальным темпам падения рубля. Рубль встречал Новый год по курсу 56 рублей за доллар, а сегодня 81 рубль за доллар. Но таких темпов обесценивания валюты мир редко когда встречал. А к чему это ведет? Следом за обесцениванием российской валюты против доллара, она будет обесцениваться и по внутренней покупательной способности. То есть инфляция будет расти. Вот я планировал, что инфляция в Раше за этот год будет 15%. Но теперь пересматриваю свои прогнозы, будет к 20% подбираться. А это уже удар по бюджетам не Раши, а граждан Раши. И по моим расчетам уже к лету, ну больше к концу года, значительные массы населения Раши начнут испытывать проблемы с покупкой даже еды. Представьте себе. То есть бедность нарастает колоссальными темпами. Зарплаты и пенсии вырастут номинально, думаю, процента на 3-4, а инфляция съест 20. То есть обеднение будет на уровне даже может быть 15%. Даже терпеливый народ Раши может уже начать, ну знаете, я не верю, что будут протестовать, но уже сомневаться в правильности политики начнет. Я считаю, что уже к лету, к концу года начнется еще одна война Раши. Будет воевать холодильник с телевизором. И холодильник начнет побеждать. Не в Москве и в Санкт-Петербурге, а вот в маленьких городах, национальных окраинах. Вот там холодильник может и победить. Новое явление будет. Да, относительно того, какие перспективы, к чему Путин привел современную Россию, вы тут очень четко все описали. Скажите, пожалуйста, а сейчас, вот весна 2023 года, какие есть еще варианты, которые можно охарактеризовать санкционным давлением, чтобы еще больше российская экономика ощутила на себе результаты этой кровопролитной войны? Какие санкции в какой отрасли могут еще быть эффективными, из тех, которые реальны? Самые действенные санкции – это нефтегазовые, конечно. На втором месте я ставлю технологические санкции, то есть запрет на экспорт в Рашу высокотехнологичных товаров, технологий, электроники, программного обеспечения, даже айфонов. Но технологические санкции действуют не мгновенно, так как нефтегазовые, они растянуты во времени. И еще в ваших передачах давно, где-то полгода назад я говорил, что технологические санкции проявятся в полную силу где-то к лету, и они будут нарастать. И поэтому гражданам Раши нужно быть готовым к большому количеству технологических, техногенных, не проблем, ударов, а даже, может быть, и каким-то катастрофическим явлением. Это будут пожары, взрывы, падение самолетов, поезда будут сходить с рельсов. Не по причине, что украинские войска будут обстреливать, а по причине, что исчерпался технологический запас. А заменить высокотехнологические продукты, программы рашистскими – это невозможно. Но да, будут красть что-то и крадут. Но Запад закручивает вот эти каналы, по которым поступала в Рашу ворованная технология. И вот я считаю, что эта санкция начнет действовать в полную меру уже к лету. Надеюсь, конечно, что новые пакеты санкций не за горами. Но мы ждем еще больших ударов по банковской системе. Она еще функционирует. Хотел бы напомнить, что одним рощерком пера американцы и европейцы могут остановить, по сути, банковскую систему. Запретил пользоваться корсчетами и свифтом для всех банков. За исключением, может, одного того же Ситибанка, через который будут проводиться нужные Западу экспортно-импортные операции. Все-таки там еще есть критический экспорт рашистской продукции, который Западу нужен. Но тогда будет тотальный контроль. И банковская система лопнет. То есть вот в резерве есть санкции против банков. И на второе место я ставлю это санкции против атомной индустрии Раши, которая высокодоходная. Считаю, что пришел час ввести запрет на проектные работы во всем мире по распространению рашистских атомных технологий. Сначала на проектные работы. Потом надо поставить запрет на использование рашистского сырья для эксплуатации этих атомных станций. Потом и хранить отходы надо запретить в Раше. И в конце запретить техническое обслуживание. Чтобы за 3-4 года полностью вывести этот монстр, а это действительно монстр, по сути 50% мировой индустрии атомной в руках Раши. Тогда конец будет очень быстрый. То есть еще много запасных инструментов давления в руках Запада. И когда говорят, что санкции себя исчерпали, я отвечаю, санкции реально еще не начинались. Ну, начались буквально несколько месяцев назад. Да-да, постепенно их действие будет ощущаться все сильнее и сильнее. Мы будем следить за развитием событий и держать наших зрителей в курсе происходящего. Александр Владимирович, спасибо большое. Спасибо за комментарии. Александр Савченко, доктор экономических наук, общественный деятель и ректор Международного института бизнеса. Был с нами на прямой связи. Был с нами на прямой связи.